Warner Brothers представляет за кулисами фильма Большие гонки Блэйка Эдвардса. На старт. Внимание. Марш. Начались большие гонки. 20 тысяч миль от Нью-Йорка до Парижа. Такие гонки на самом деле имели место в 1908 году, но любое сходство с тем событием и тем, что вы увидите в этом фильме, чистое совпадение. Здесь происходит все, что угодно. Летающая трапеция, которая летит слишком низко. Катер, который играет в салки с торпедой. Подводная лодка с перископом из человеческого тела. Воздушный велосипед, рассчитанный на двоих. Новый ракетный двигатель, который практически поджигает гоночную трассу. Раннее утро глубоко в бассейне. Капризный пассажир в модной меховой куртке. А также торты шести различных вкусов. В больших гонках вам не понадобится программка, чтобы отличить героев от злодеев. Как, например, великий Лесли. Сорвиголова Тони Кертис. Очевидно, знатный, благородный и чистый, как свежевыпавший снег. Его соперник, заклятый враг, профессор Фейт. За этими усами и этой ухмылкой скрывается Джек Лэймон. Его подозрительно выглядящий сообщник, это Питер Фальк. Тоже дьяволическая личность. У великого Лесли тоже есть помощник в лице Кинана Уина. Всем известно, что когда герои сражаются с негодяями, то обязательно должна быть нуждающаяся дама. А может быть и не нуждающаяся в одежде. В данном случае мы имеем здесь даму, за которой вполне стоит сражаться. Мисс Натали Вуд. И, как видите, это не просто слова. Кино и звуковая студия похожи на джунгли. Только вместо деревьев и подлесков здесь стоят камеры, микрофоны, софиты и неугомонные туземцы, снующие туда-сюда в военном танце. За сцены этих дам готовят, чтобы они предстали перед чувствительным глазом камеры. Некоторые при этом похожи на распускающиеся лилии. Между сценами актеры читают или вяжут. Некоторые играют в карты, другие играют в бильярд. Очевидно, у Тони и так уже много очков. Поэтому Джеку кажется, что ему нужна помощь. Дороти Пробайн выбрала тихий уголок, чтобы потренироваться передвигаться в этой облегающей рубашке. Это выглядит, как будто она пытается успеть на поезд. Эта сцена имеет место где-то далеко на Диком Западе. И режиссер Блэйк Эдвардс объясняет актерам процедуру. Давайте посмотрим один из вариантов съемки знаменитого номера Дороти Пробайн. За кулисами Тони Кертис разминается перед очередной сценой. Одна из самых сложных сцен в фильме – это драка. Особенно в этом огромном салуне, где все происходит одновременно. И если не увернуться, когда ты должен увернуться, можно получить огромный синяк, а может быть и намного хуже. Со звездами работают опытные каскадеры. Им платят за то, что они знают, как не пораниться, когда начинают летать кулаки, стекло и мебель. Когда начнется драка, от этой обстановки мало что останется. Поэтому держитесь крепче. Давайте посмотрим небольшой кусок этой драки в точности так, как он был запечатлен камерой. Две звезды больших гонок были пока еще не представлены, как подобает. Не люди, а автомобили. Вот это Лесли Спешл, спроектированный специально, чтобы обогнать любую из 98 остальных машин. Но Ганнибалу Восьмому все нипочем. Тайное оружие профессора Фейта. Эта машина хранит в себе много неожиданных и неприятных сюрпризов, коих можно ожидать и от ее хозяина. Эта сибирская деревушка еще много натерпится от Ганнибала Восьмого. Между сценами всегда бурлит жизнь. Подходящее время дать интервью прессе для небольшого совещания, поздороваться с какой-нибудь неожиданной делегацией, вроде этих бойскаутов из Японии, или похвастаться бородами и примерить их, поиграть в гольф на солнце, или на снегу, или стереть грязь с друга и участника этого фильма. В этом эпизоде великого Лесли поднимают в воздух. И будучи профессиональным сорвиголовой, он не ищет простых путей, одетый в смирительную рубашку и подвешенный вниз головой. Эти кадры не комбинированная съемка. Это все реально. Камера укреплена на вертолете, который зависает над воздушным шаром, летящим на высоте 10 тысяч футов. Прыжок с воздушного шара на современный пассажирский лайнер переносит наших героев в новое место съемок, в Вену, в Австрию. Репортеры, фотографы и поклонники встречают кинозвезд у трапа самолета. Тони Кертис недавно стал отцом. Его очаровательная жена и актриса Кристин Хоффман несет на руках их первенца, девочку. Миссис Джек Лемон тоже широко известна. Люсия Фарр, прибывшую следующим рейсом на Толливуд, встречает также тепло. Путешествовать намного сложнее для кинозвезды, чем для обычного гражданина. Особенно во время прибытия нужно все время быть наготове, всегда быть готовым быстро улыбнуться и сохранить элегантность после долгого перелета, и быть готовым быстро ответить на вопросы любопытной прессы. Виена гордится своим музыкальным наследием. Знаменитое здание Венской государственной оперы было почти целиком перестроено после почти полного разрушения во Второй мировой войне. Теперь это современный метрополис. Но старые традиции все еще живы. Выбор места съемок очень важен. Очень часто места выбираются с точки зрения красоты. К этому кинематографисты должны добавить тщательный подбор деталей, который поможет им рассказать свою историю. Блейк Эдвардс вместе с продюсером Мартином Джироу оценивает это место. В самом сердце Вены находится собор Карла, построенный для императора Карла VI в начале XVIII века. Ее бесподобный интерьер послужит декорациями для красочной церемонии. Однако человек, на котором надета корона, больше похож на одного из наших героев. И покинет он этот собор намного быстрее, чем вошел в него. Один свободный день в Вене Натали Вуд решила использовать, чтобы отдохнуть. Хорошая идея, но у нее не было отбоя от фотографов, которые просили ее каждый раз еще об одной фотографии, до тех пор, пока ее свободный день почти что кончился. Однако Натали все-таки успела немного поразвлечься в знаменитом Венском парке развлечений. Это огромное колесо обозрения было изведено в 1897 году. Королевский дворец габсбургских монархов сыграл важную роль в съемках больших гонок. Один из залов дворца был превращен в гримерную, для того, чтобы подготовить, одеть и причесать многих статистов для впечатляющей сцены бала. Несколько последних штрихов гримера Джека Лемона и Престо во всем своем величии он готов горделиво появиться на балу. Эти венские чаровницы, большей частью высокооплачиваемые модели, не работающие в кино. Они так взволнованы, как будто они действительно настоящие дамы, которых должны представить при дворе. Благодаря грамотной установке камеры и софитов, зало в этом дворце только подчеркивает красоту дам и их элегантного эскорта. Большинство считает юмор чем-то спонтанным и неподготовленным, но любой актер или режиссер скажет вам, что комедия требует четкого планирования и расчета времени. Сейчас все готово. Джек Лемон подает сигнал и начинается вальс. Следующая остановка – прекрасный город Зальцбург. Много раз отмеченный в истории, также являющийся местом рождения Моцарта. В наше время этот замок воспринимается как приятный анахронизм. Идеальное место для какой-нибудь сказки или такой безумной картины, как большие гонки. В каждом замке есть темницы, и этот не исключение. Спасая добродетельную Натали, великие Лесли вступают в дуэль с бароном Ван Штупером. Этот поединок они репетировали много месяцев под присмотром мастера по фехтованию. Так как они играли эту сцену без масок и кольчуги, им нужно было быть очень осторожными в своих движениях. Как сказал Тони Кертис, «Терпеть не могу вид крови, особенно когда она моя». И его можно понять, как вы считаете. В центре Старого Зальцбурга находится площадь, большая площадь, окруженная соборами. Сейчас здесь очень много людей. Это статисты, одетые в специальные костюмы, чтобы поприветствовать великого Лесли, завершающего еще один круг больших гонок. Жители Зальцбурга оставили свои обычные дела, чтобы поучаствовать в этом представлении. Они узнают кинозвезд. Они их любимцы, и им все равно, кто выиграет большую гонку. В это время оператор Рассел Харлан пытается удостовериться, что все попадет в кадр. Прибытие на съемочную площадку Наталии Вуд вызывает восторг среди австрийских поклонников. Сказать, что ее костюм нетрадиционный, это не сказать ничего. Прежде чем возобновить съемки, она обсуждает последние детали с режиссером Блейком Эдвардсом. А Джек Лэмон довольно-таки сильно торопится. Когда тебя превосходят численно, смелее всего быстро убежать. Ранняя осень в Париже. Следующая остановка в этом кино-сафари компании Warner Brothers. В любое время года от этого города исходит горделивое очарование. КОСТЮМ ДЕЗИННО КОСТЮМ ДЕЗИННО КОСТЮМ ДЕЗИНО 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 Но подождите! Что здесь происходит? Джек Лемон требует реванша? Ну что ж, может быть это только начало больших гонок. Продолжение следует...